Замёрзших гор дует леденящий ветер. Дыхание замерзает, едва сорвавшись с губ. Только сильнейшие выживут и справятся с этим холодом. Это суровая, захватывающая дух Земля, природной красоты и человеческого духа. Это великий белый север Канады. Юкон. Мы авторы путевых очерков. Мне нравится культурный аспект путешествий. А мне опасные и рискованные приключения. Джулия Даймон. Робби Несрек. Главное найти истории, которые вдохновляют. И которые будут продаваться. О чём не напишут путеводители по Канаде. Юкон. Юкон расположен на северо-западе Канады и граничит с Аляской. По площади он больше, чем Германия, Бельгия, Дания и Голландия вместе взяты. А население всего 32 тысячи человек. Здесь красиво. Посмотри. Сражаясь со стихией в одежде из оленей в шкур, понимая, что холод – неотъемлемая часть Юкона. Надеюсь, поблизости нет охотников. Они могут принять нас за оленей. Мы оба решили написать статьи о климате. Я никогда не была на подлёдной рыбалке, поэтому займусь именно ею. А ты чем? Буду кататься на собачьих упряжках. У меня рыбалка, у тебя гонки на упряжках. Именно за этими стереотипами люди и приезжают сюда. Играет музыка Мы в Юконе. Это Фрэнк. Нас ждут гонки на упряжках. На псарне Фрэнка Тёрнера 120 собак. У всех есть клички, все получают любовь и заботу. Не все чистокровные хаски. Собаки Фрэнка – метисы, маламуты, волка-хаски. И юконской дворней. Я дам тебе одежду, чтобы было тепло. Тебе должно быть комфортно. Фрэнк утеплит меня и защитит. Здесь у нас штаб-квартира. Это собаки, которые больше не участвуют в гонках. Начнем с ног. Это пунты. В таких я выходил в минус 54. Минус 54? Да, самая низкая температура. Хорошая вещь. Точно не замерзну. Наверное. Нужно загрузить собак. Да, пора загрузить их в грузовик. Сначала звездочка, потом Вэл. Ясно. Они будут очень рады. Посмотрите на него. Не позволяй ей запрыгивать. Подними ее и передай мне. Хорошая девочка, Вэл. Сейчас только руку просуну. Вот так. Молодец. Хорошо. Не позволяй запрыгивать. Вот так. Шайло, прыгай. Молодец. Шайло. Кто-то считает, что с собаками плохо обращаются? Все совсем не так. Этих собак любят, о них заботятся, и они счастливы. Они готовы ехать. Давай закроем дверь и отправимся в путь. Пока Рубин катается на упряжках, я готовлюсь провести день на льду. Сейчас я получу разрешение и впервые попробую подлёдную рыбалку. Надеюсь, что-нибудь поймать. Мне бы очень хотелось. На улице минус двадцать. Холодно. Перед рыбалкой нужно получить разрешение. Тысяча шестьдесят за разрешение. Неплохо. Чтобы написать статью о рыбалке, я должна сама ею заняться. Я отправилась к рыбному озеру. Вот это название. В нём я точно что-нибудь поймаю. Это история рыбы, выброшенной на сушу. Надо придумать ещё пару каламбуров. Чтобы читатели почувствовали, что они здесь со мной, нужно всё подробно описать. Например, я сейчас умру от холода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Привет! Вы и есть знаменитый Иэн? Это я. Я Джулия. Я встретилась с рыболовом Иэном. Мы возьмём это всё с собой? Минус двадцать. И при ледяном ветре главное в одежде не мода, а функциональность. Нужно положить всё это в сани. Я возьму удочки, а всё тяжёлое вам. В громоздком костюме я выхожу на улицу. Сажусь в снегоход. И отправляюсь на ледяное приключение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, ребята! Привет! Они будут прыгать, как ненормальные. Хорошо, только в минуту. Фрэнк – легенда гонок на собачьих упряжках в Юконе. Он единственный, кто участвовал в 23 квестах. Квест-марафон на тысячу миль – самые сложные гонки в мире. Хорошо, Эльза. Эльза, нужно тебя привязать. Я тебя привязать. Упряжка очень простая. Видишь эту петлю? В неё нужно просунуть голову собаки. Если скорость слишком велика, используй вот это, это в тормозах. Отлично. Видишь кусок металла? Если нужно остановиться, просто нажимаешь посильнее на тормоз. Главное – это расслабиться и получать удовольствие. Если что, жмёшь на тормоз, да посильнее, хорошо? Ничего страшного не случится. На подготовку уходит много времени. Собаки должны быть правильно запряжены и идти друг за другом. Тогда наездник будет расслаблен. Это вожаки, звёздочка и банджи. У них есть свой язык. Если хочешь повернуть направо, скажи «Чи». Если влево, скажи «Ха». Запомнил? «Ха». Я волнуюсь и боюсь, но, как и собаки, готов отправиться в путь. Все время, пока мы ехали, я смотрела на трещины во льду и думала о том, как бы туда не свалиться. Ты знаешь точную толщину льда? Сколько там? Сейчас проверим. Так, мы проторчим тут целый день, но не доберёмся до воды. Поверить не могу, что лёд настолько толстый. Да. Боже. Так, ломка есть. Что теперь? Леска превращается в сосульку. Не клюёт совсем. Я всегда расстраиваюсь, когда рыба не клюёт. Вытаскиваешь удочку, и наживки нет, и рыбы нет. Может, разведём костёр? Костёр? Ну да. Отличная идея. Собаки – это вам не лошади. Если их отпустить, они будут хаотично бегать и могут пораниться. Я готов к гонке. Удар холостом, и собаки понеслись. С дороги берегись! Главное – это командная работа. Наездник не главный, главное – собаки. Если им что-то не нравится, вы никуда не поедете. У меня в упряжке шесть потрясающих собак, что уже великолепно. А ещё посмотрите вокруг. Я в Юкане, еду по замёрзшему озеру, а вокруг горы со снежными вершинами. Красота! Статья пишется сама собой. Пару часов мы катались по снегу и льду, и я стал понимать собак, их характер, их силу. Звёздочка – просто фейерверк. Банша спокойная и сильная. Собаки бегут, а я пока могу полюбоваться пейзажем и подумать о статье. Невероятно. Здоровые собаки могут пробежать до 60 километров в день со скоростью от 15 до 20 километров в час, в зависимости от условий. С дороги разойдись! Не знаю, от холода ли или от избытка чувств, но на щеках у меня застыли слёзы. Какая красота! Не могу поверить, что раньше не думал об этом месте. Молодцы! Посмотрите на него. А ваша машина так делает? Не думаю. Да ты такой хороший мальчик. Разводить костёр на льду очень странно. Но у него так здорово греться. Пальцы покалывают от холода. Я пристально смотрю на лунку. Чтобы статья удалась, нужно поймать рыбу. Клюёт. Внезапно удочка зашевелилась. Я начала тянуть. Подними повыше, если хочешь. Варежки тёплые, но не подходят для рыбалки. Я сняла громоздкие рукавицы и тянула удочку голыми руками, несмотря на мороз. Тяни. Красота какая! Вот она! Боже, а что это за рыба? Озёрная форель. Поверить не могу, что мы её поймали. И, конечно, вкусное завершение истории. Проведя день во льдах, приятно насладиться теплотой жителей Юкона. Бабанг! И пообщаться с новыми друзьями. Или погреться в избушке Иэна. Очень вкусно. Нет ничего лучше свежей рыбы. Особенно, если ты сам её поймал. Статья готова, но мы не можем покинуть Юкон, не заглянув в клан Дайк и не увидев северное сияние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зуля, а который час? Пол восьмого. На улице ещё темно. Я отправляюсь в Долсон-Сити. Это мой чемодан. Не стильный, зато он более функциональный, чем рюкзак. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самолёт маленький, поэтому весь багаж должен помещаться вот сюда. Ну, хорошо. Дамы и господа, наша авиакомпания приветствует вас на борту самолёта, совершающего рейс в Долсон-Сити. Пожалуйста, убедитесь, что ручная кладь стоит в проходе во время взлёта и посадки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Время полёта всего час. Мы летим над снежными вершинами в легендарный город Золотой Лихорадки. Вау! Да, и снова нестерпимая жара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думала, будет холоднее. Правда? Тут не так уж и плохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Долсон-Сити заснеженные улицы так и просят, чтобы в полдень на них началась перестрелка. Это готовые декорации к спагетти-вестерну. Только зимние. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы перенеслись... В 1898 год, когда здесь нашли золото, тогда началась золотая лихорадка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раньше город называли Северным Парижем. Сегодня его населяют всего две тысячи жителей. Пограничный городок на берегу замерзшей реки. Когда-то Долсон-Сити был самым большим городом к северу от Сан-Франциско. Золотодобытчики спускали свои заработки на плотские развлечения. Старые деревянные здания частично ушли под землю. Если прислушаться, можно услышать крики пьяных невезучих горняков, вопли проституток и скрип в двери салона. Это здание не реставрировалось, чтобы посетители могли окунуться в историю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Писатели-путешественники редко сталкиваются с такими сложностями, которые ждут нас сейчас. ПАМИТИ КИСЛЫХ ПАЛЬЦЕВА ПАМИТИ КИСЛЫХ ПАЛЬЦЕВА Готова? Нет. Это вкусно. Это место похоже на салон из вестерна. Друг рассказывал мне об этом год назад, и я не поверил ему. Здесь подают коктейль «Кислый палец»? Мы хотим попробовать. Да, Робин? Нельзя просто зайти в салон и купить «Кислый палец». Есть особая церемония. Ее начинает капитан Палец. Вы и правда капитан Палец, или просто притворяетесь? Нет, я капитан Палец. А это настоящий палец. Настоящий? Да, человеческий палец. Палец ампутировали, потому что он был отморожен. Пролежал под половицами 50 лет. Теперь он хранится у нас в сундуке. Это клад. Вы можете купить открытки с изображением человека, который его нашел, капитаном Диком Стивенсоном. Это ужасно. Наши пальцы тоже так выглядят? Нет. Слава Богу, отвратительно. А откуда эти пальцы? Люди, знающие о нашем баре и по какой-то причине потерявшие пальцы, присылают их нам. Дайте-ка его. Я тоже хочу посмотреть. Показывайте. Эй, как противно. Это отвратительно. Пахнет текилой. Пейте быстро. Или медленно. Палец все равно коснется ваших губ. Похож на сушеное лепоко. Похож на человеческий палец. Попробуем. Молодец. Это отвратительно. Если я напишу статью о коктейле с пальцем, читатели сойдут с ума. Пейте быстро. Или медленно. О, Боже. Он должен коснуться губ. Я выпила. Очень быстро. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Немногие места на планете могут похвастаться необычным природным явлением, таким как северное сияние. Хотя наука и объяснила это явление, оно обросло легендами, такими же интересными, как само сияние. Сколько писателей нужно, чтобы разжечь костюм? Очевидно, больше двоих. Нельзя покинуть Юкан, не увидев северного сияния. Мне нравится путешествовать в отдаленные места Канады. Чувствую, что я так далеко. Местным сама мысль о том, что туристы приезжают сюда со всего света, чтобы увидеть северное сияние, кажется странной. Мы пишем о местах, людях, культуре, искусстве и истории. Чтобы написать интересную статью, мы должны все проверить на своем опыте. Даже если для этого нужно отморозить пальцы. Сейчас только час ночи, и пока никакого северного сияния нет. Страшновато. На замерзшем севере Канады есть особенная энергия. Она падает с неба и поднимается из земли. Возможно, ее создает северное сияние. Уверен, как только мы уснем, небо озарится светом и появится сияние. Дикая природа и неукрасимая погода – это и есть настоящий Юкан. Пора убираться отсюда. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok